Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Вот у нас без 22. Без 22. Ну я пришла вовремя, пока немножечко под душ сходила. У нас на улице опять очень жарко. Очень жарко. Смотрите, солнце какое сильное. И 28 в тени. Поэтому я пока доехала, конечно, очень жарко. Я бегом под душ. Бегом-бегом под душ. Вот. Скоро закрою балкон и опущу жалюзу. Вот. Здесь у меня опущено. Я опустила с утра. Потому что вот этот цветок, особенно вот этот вот, когда на него солнце... Я такой маникюр сделала. Видите? Такой телесного такого цвета. Розово-телесного. Когда на него солнце светит, он сразу листочки опускает. А сейчас светит такой красивый, поднятый. И этот тоже... Они не любят прямо у вас солнца. Поэтому я закрываю и вот этот вот тоже вот так вот вот закрою, чтобы на них ничего не светило абсолютно. Пойдемте расскажу вам, покажу, что сегодня дали. Молока сегодня не брала. Не захотела. Так, это курочка. Луому. Видите? Луому. Вот. Это значит... Филе такое куриное. 250 грамм. Здесь, видите, 250 грамм. Вот маленькие филешки. Это такие сосисочки. Называются принцинаки. Сосиски принца. Это такая вот Макса Макара. Это паштет. Печеночный паштет. Это кабаноси. Это две такие упаковочки. Кашка. Вот. Это пелова олью. Это с семян льна. Масло с семян льна. Хорошее, полезное масло. Это такие какие-то печенюшки. Вот. Вот три батончика такие взяла. Они с этим чесночком. Очень вкусные. Такая вот еще колбасина. Вот. Вот четыре такие плюшки. Там в середине мансика. Клубника. И ваниль. В середине этих муночек. Вот такой грана хлебушка. Хороший, полезный хлебушек такой. Это вот что-то на гриле. На гриле что-то делать. Вот. Такие. Ну, как фарш. Но вот так вот на гриле выложить. Вот. Это какая-то готовая еда. Что здесь у нас? Какие-то сухарики, кусочки курицы, кусочки сыра. Там он соус. А мне нравится вот эта деревянная вилочка. Дальше пойдемте. Огурчика. Вот это такая кучка. Это петрушечка. Упаковочка. 20 грамм. Это 4 кабачочка маленьких. Это вот здесь 7 штук нектаринчиков. Это виноградик. И 3 больших лучка. Теперь расскажу, что я оставлю себе, а что я отдам мнение. Вот. А, вот еще вот это вот такой. Как бы в 2 этажа. Йогурт и с джемом. Видите? С персиковым джемом. Вот. Одну себе оставлю. Одну Нине отдам. Курицу отдам Нине. Печеночный паштет Нине. Масло себе. Печенье пополам с Ниной. По одной кашке на завтрак. Завтра покушаю. Вот эти сосиски Нине. Эту колбасину. Оставлю себе попробовать. Если она не острая. Кусочек только. Сосиски. Вот эти вот. Сардельки Нине. Здесь 3 батона. Я себе один оставлю. А два Нине. Вот. Один Нина будет кушать. Со второго сделает нам сухарики с чесночком. Вкусные будут. Вот. Здесь 4 плюшки таких больших. Значит, по 2 штуки. 2 мне, 2 Нине. Хлебушек вот этот он темный. Отдам Ларисе. Отдам Ларисе. Видите, какой темный хлебушек. Отдам Ларисе. Вот это тоже Нине отдам. Салатик. Не знаю, захочет. Вот написано. Курица, бекон. Он захочет, Нина, пускай заберет, а не захочет. Я только себе вилку эту оставлю. Огурчики все отдам Нине, потому что она сделает малосольные. Потом мне даст и петрушку. Отдам тоже ей. Ну, по 2 синеньких нам. Ой, по 2 кабачка. Это же не синенькие. Это цукинчики такие маленькие. Вот. 3 штуки Нине. 4 мне. Виноград себе оставлю. 1 лук себе. 2 лука. Нине. Это у меня остался один единственный помидор. Сейчас буду обедать. Сделаю. Вот себе возьму один такой огурчик. Сделаю себе салат. Вот. Ну, вот это вот все. То, что мне сегодня дали. Молока я не стала брать. Нина вчера покупала. Мы с ней ходили. Она купила 2 пачки молока. А я... А у меня есть тоже в холодильнике. Я тоже не стала брать. Почему? Отдам все вот эти сосиски и печеночный паштет Нине. Потому что у нее, наверное, числа 5-6 гости будут. Тут опять сын приедет с Ванта. И дочь прилетит с Сибири. И вот мне не надо будет много всего. Она пиццы будет делать, колбаску использовать. Вот. Если будет сыр, значит, я и сыра возьму побольше, чтобы и сыр использовать. Ну, в общем, как-то вот так вот. Все, 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 чтобы было. Все, чтобы было. Как сказать по-украински мове. Усе, чтобы было. Вот. Поэтому я вот это все Нине и поотдаю. А вот. Что вам еще сказать? В магазины я не ходила. Не ходила, потому что как-то поздно стали сегодня раздавать. Уже семьи с детьми начали заходить в 12. А потом еще пришла одна машина. Их приостановили. И потом где-то в 12.20 снова начали заходить. И я получила. Уже было 35 первого. Думаю, ну куда уже? Уже просто некуда. Это я на балкон вышла. Я утром балкончик мыла. Водичкой так просто сливала. Вот эту дорожечку вот эту вот убрала. Сейчас я ее постелю обратно. Вот. И вот так вот постелю и обратно. И выносила сюда этот самый слив. Это такой вот у меня. Когда я белье стираю, я его там промыла немножко. Больше намочила положенного. Так думаю, пускай высохнет. Да что-то такое. Не разравнивается. Потому что полы шершавые. Поэтому и не разравнивается. Вот. Ну что еще вам рассказать? Да такого больше ничего. Видите, какая погода. Ветра практически нет. Деревья почти-почти не колышутся. Очень жарко. Такая погода у нас продлится до среды. А потом, потом со среды пойдут дожди. Вот. Ну погода намного не упадет. Если сегодня 28 в тени, то на улице, ну на солнце, наверное, 32. То потом будет 24-25 в тени. Это тоже неплохо. Вот. Ну еще будет и дождь. Дождь очень нужен. Потому что, ну уже это духотень. И эта пыль уже надоела. Знаете, когда мы приехали сюда, да? Это ж почти 21 год. Вот 14 августа будет ровно 21 год, как я сюда приехала с Наточкой. Юра приехал раньше. Так тогда у нас, знаете, каждое лето, каждое утро в нашем районе. Ну, я за свой район говорю. Ну, в тех районах тоже, конечно, ездила большая машина, которая поливала между домами траву, цвету. И все это поливалось. Сейчас уже много-много лет этого не делают. Много-много лет. Ничего никто не поливает. Наверное, это накладно, наверное, это расходно по воде и по всему остальному. Поэтому этого не делается. Вот. Поэтому очень хочется дождей, которые смоют пыль, и все будет хорошо. Ну, вот на этом я закончу свой рассказ. Еще вам раз покажу, что тут у меня есть. Пожелаю вам хорошей трудовой недели, хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы вы не болели, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас было все-все-все хорошо и замечательно. Так что будьте здоровы, будьте веселы, счастливы, любите друг друга, заботьтесь друг о друге. В общем, всего вам доброго. На этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Комментируйте, предлагайте что-то. Может быть, какую-то тему подбросите мне для создания нового видео. Пожалуйста, я вам расскажу и о себе. Ну, лучше, конечно, о себе. Я не люблю рассказывать о моей семье. Это как бы табу. А о себе все, что хотите, все, что запросите, я вам все расскажу. На этом еще раз пока-пока. Будьте здоровы. Пока.